Латвия может потерять каждого третьего приезжего эстонского туриста и более 120 миллионов евро в год, если уже с 1 июля Эстония снизит акциз на алкоголь. Так называемые алкатуры в латвийские супермаркеты потеряют актуальность. Представители местной алкогольной отрасли считают, снизить акциз должна и Латвия. Анастасия Дьяконова продолжит. Зима 2018 года. Валка. Эстонцы, готовящиеся отмечать столетие своего государства, за горячительными напитками едут в Латвию. И разогревают латвийскую экономику, оставляя свои деньги в магазинах на латвийской стороне. Тут дешевле. Кроме эстонцев, за алкоголем в Латвию приезжали даже финны. Эстонские алкатуры в Латвии стали популярны в последние годы. Все из-за разницы в акцизном налоге. В Латвии он был меньше, поэтому и эстонцы приезжали к нам, например, в Алку, закупаться алкоголем. Но в ближайшее время эта ситуация может измениться, а корзинки с алкоголем опустить. Снижение акциза на алкоголь было одним из обещаний эстонских политиков перед выборами в парламент. Выборы прошли, наступило время исполнять эти обещания. И сейчас в Рике Когу в первом чтении утвержден законопроект, предусматривающий снижение акциза на четверть уже с 1 июля этого года. Смысл ехать закупаться в Латвию пропадает. Если эстонцы понизят свой акциз на алкоголь, из-за чего цены на алкоголь примерно будут равны в Латвии и в Эстонии, мы потеряем каждого четвертого эстонца абсолютно точно. Но на самом деле это будет, я полагаю, примерно каждого третьего или что-то в этом роде. Исследовательский центр СКДС провел опрос совершеннолетних жителей Эстонии и подсчитал, что за прошлый год эстонцы потратили на алкоголь у нас стране около 124,5 миллионов евро. Это не считая другие траты бензин, продукты, услуги. Чтобы захоронить в Латвии прибыль от эстонских алкоторов, представители нашей алкогольной отрасли считают, нам также необходимо снизить акциз на четверть. Мне кажется, что Министерство финансов и министр финансов Янис Рейерс понимают ситуацию и готов как-то решать эту проблему. Вопрос, сколь это будет решение не только Министерства финансов, но и всей коалиции, это сегодня еще пока вопрос. Но я надеюсь, что будет позитивное решение. И на этот положительный исход предприниматели надеются в ближайшее время, еще до конца весенней сессии Сейма. Но в Минфине на этот счет не так оптимистичны. Там говорят, налоговые изменения будут рассматриваться только в контексте бюджета 2020 года, то есть этой осенью.